Добрый день, дорогие друзья. Харьевым, с вами Пьерыч. Смотрите, следующая тема у нас вот такая. Нам нужно обязательно научиться, ребята, разбираться вот в каком вопросе. Мы живем, и у нас есть такие состояния наши, да, вот состояния. И мы должны разобрать три состояния, в которых мы можем находиться. Это усталость, да, потом следующее, это утомление, такое изнурение. И третий этап – это изнеможение, вот когда человек все полностью изнеможен. И где вот здесь, вот, допустим, на этих картинках у нас усталость, где изнеможение, да, где человек изнурен, да, вот смотрите, такая, допустим, эта женщина, она выглядит как что? Наверное, пробежала, да, усталость, она устала, но вы видите, у нее на лице улыбка, то есть она прекрасно себя чувствует. Вот какой-то тут дружок, вот этот перч такой вот был с этими, работал, когда под оксикодоном, у меня, ребята, было четыре таблетки оксикодона в день, эта самая доза, понимаете, по 0,5. Вот смотрите, вот это что с женщиной происходит? Да, вот это же вот явно там изнеможден был, вот этот человек с синими там кругами под глазами, это изнеможден. Что происходит вот с этой женщиной, да, с которой взялась за виски? Что-то такое, то есть она чем-то изнурена, что-то постоянно ей мешает, может быть, там бессонница, понимаете, вот, и она уже не чувствует усталость, да, который такой приказ, что можно улыбнуться, женщина, по-видимому, испытывает изнурение, она утомлена этим, да. Вот это вот перч в Индии такой зеленый, значит, вот женщина там держится, наверное, там мигрень, да, что с этой женщиной происходит? И устала ли она, или она изнурена, вот, и вот эти вот люди, да, что тут происходит, ребят? Да, так вот, где здесь что, как это все разобраться в этом, да, как все понять, в общем, что тут с этим котиком произошло? Устал ли он, или изнеможден, вот, или вот это приятное ощущение кота постигло, вот, когда он обьелся там своего корма, вот, на радостях, он спит от чего, от усталости или от изнеможения, понимаете? Вот человек ползет там по пустыне, что это такое? Я устал чуть-чуть, человек, конечно, изможден. Так вот, ребята мои, усталость, усталость, это состояние каждого человека, это физиологическое состояние такое человека, понимаете? Мы, после выполнения какой-то интенсивной, долгой активности, мы испытываем такое изменение интенсивности и силы того, что мы делаем. Мы не можем постоянно что-то выполнять в одном и том же режиме, там, круглосуточно. Конечно, мы устаем, понимаете? Мы устаем. И усталость выражается в том, что я не могу уже делать то, что я делал, с такой скоростью, понимаете, с такой силой. И когда я останавливаюсь, что происходит? Что вот это вот состояние мое, в котором я побыл, и когда я в нем побыл, 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 потом раз решил отдохнуть, оказывается, вот это вот мое состояние физической активности, оно стимулировало в моем теле процессы регенерации. Да, запустило, там у меня кровь начала двигаться, начались что-то, начало там у меня, фу, там перекачиваться. Да, и, конечно же, вот это вот то, что усталость в каком-то объеме, физическая активность, она стимулирует регенеративные процессы, известные, известные всем. И, конечно, спортивные, любые физические упражнения, они продолжают жизнь человека, они делают человека более здоровым, потому что там, ну, огромное, что даже мы будем рассказывать, понимаете? Но если меня продолжать бить палкой и заставлять меня выполнять то, что я выполняю, даже несмотря на усталость, понимаете, у меня случается утомляемость. Или хорошее было слово, которое забылось в русском языке, которое называется изнурение. Человек изнурен. Так вот, удивительно, ребята мои, как, смотрите, насколько вот построено, насколько как-то вообще мудро вообще наше, соотношение мышцы и нашей нервной всей системы, нашего ума, да, как наш ум контролирует мышцы, как мышцы контролируют наш ум. Так вот, в наших мышцах, вот в этих вот маленьких поршнях, вот которые вот здесь вот вы увидели, понимаете, в них нет никакого ощущения усталости. Они работают, все работают, еда туда приходит, приходит. И оно будет работать. Так вот, усталость только случается в коре головного мозга, нет, не в ваших мышцах, представляете. Так вот, вот это вот состояние усталости, когда человек позанимался там активностью какой-то, а потом перестал заниматься, у него снижается порох, порох электрической активности нервной ткани. Мы не так реагируем на какие-то маленькие электрические импульсы, да, наше тело уже начинает реагировать на только что-то большое такое, да, то есть чуть-чуть вот такой процесс возбуждения всей моей мышечной ткани начинает вдруг снижаться. Вот, и не только в мышечной ткани, но и самое главное в клетках моего мозга. Вот это именно и тут и есть эффект. Почему после занятий там йогой, например, после занятий праной, после любых физических занятий, там бега того же самого, вы чувствуете себя миролюбиво, хорошо. Человек, который бежал, бежал и дышал там в парке 12 минут, понимаете, там в определенном ритме, не может подбежать бабушке и сказать там какую-то гадость или выхватить там сумку. У нас человек находится в очень хорошем настроении, понимаете, в миролюбивом совсем. И вот это вот, ребята, это наше все. Да, это наше все. Это состояние нашего организма. Это физиологичное, нормальное, классное, офигительное состояние нашей вообще жизни человека. Но если вот долго меня продолжать лупасить, бить там и заставлять меня продолжать делать то, что я заставляю делать, вот, то я, конечно же, впадаю в другое состояние. Меня все это просто начинает утомлять. Я изнурен. И вот здесь, в период изнурения вот этого вот всего, вот здесь только начинают изнуряться наши мышцы. Вот здесь вот ребята начинают наши мышечные ткани и вот эти вот маленькие клеточки испытывать недостаток там в каких-то определенных веществах, которые заставляют эти поршни работать, да, в энергии, в гликогене, вот в этом вот бензине для этого поршня, для этих всех поршней, да. И, конечно же, это ведет к тому, что человек утомлен, изнурен совершенно. И есть еще, конечно, другая еще стадия наша. Конечно, к чему это? Это нормально, ребята мои. То есть, если мы в какой-то период времени остановимся, перестанем себя чем-то изнурять, что-то, то мы можем вернуться обратно, вернуть, еще из этого получить какую-то там усталость, а потом впасть в период расслабления, как бы, реста, да. Но вот именно вот здесь, вот, ребятки, на границе продолжающегося бесконечного изнурения или способности закончить испытывание вот этого изнурения и находится болезнь или не болезнь тела, потому что длительное-длительное изнурение, длительный недостаток чего-то, то ли кислорода, то ли какое-то там чего-то, что приводит к тому, что начинаются механические какие-то повреждения вот в этих вот самых наших, вот этих вот маленьких поршнях, понимаете, начинаются органические там изменения, то есть структура уже начинает меняться. Вот, и мы поговорим, когда мы вот заметим всю эту штуку обязательно, но сейчас мы должны еще поговорить еще о другом виде нашего состояния, да, в котором мы находимся, кроме там расслабления или там кроме там медитации, это состояние изнемождения, ребята, не изнемождение. И изнемождение может быть вызвано, допустим, очень длительным вот этим вот изнурением, когда все, амбец, баста, карапузики, я больше не могу, да, не могу. И чувство изнурения вот это вот еще может быть в результате не просто физического, физической работы какой-то, но еще очень большой эмоциональной какой-то нагрузки. И именно вот эта вот физическая нагрузка, которая соединяется с психоэмоциональными, приводит как раз вот, и плюс, конечно, вот эти там продолжающиеся там длительные какие-то физические нагрузки, да, приводят к вот этому вот такому стрессу огромному, к ощущениям, когда все, ты полностью вообще все, ты амбец тебе, ты абсолютно изнеможден вообще, все, это ощущение вот такое, что ты выкачан, из тебя весь сок вылип, все, вот пример, классический пример, вот они, люди лежат, которые там пробежали, сколько, я даже боюсь даже подумать, господи боже мой, сколько километров. Я вам хочу сказать, что вот эти вот ощущения, которые эти люди испытывают, они, ребят, моя мама, не горюй, какие счастливые, потому что если бы ты испытывал бы плохие, ты бы никогда не бежал бы там сколько-то километров, да, но, вы понимаете, что происходит с этими людьми, которые там тренировали себя и бежали, и что происходит с нами, когда мы изнемогаем, все, нам амбец, да, это, конечно, отличается, друзья мои, потому что длительные психонагрузки на нас и физические нагрузки, понимаете, еще, кроме всего прочего, бесконечное, как это, как бы выразить вот это вот слово, это персональные деменды твои, это твои такие задачи, которые ты ставишь, ставишь и ставишь перед собой, и ставишь, и ставишь, но потом их не делаешь, ты тянешься, тянешься, не смог, тянешься, приводят к тому, что ты вот испытываешь вот это вот тоже изнемождение, ребят, я хочу сказать, и, конечно же, кроме вот этих вот периодов усталости, да, изнемождение и изнурение, извините, усталости, изнурение, да, лучше, наверное, будем говорить утомляемость, утомление, усталость, утомление, изнеможение, существует и другой вид нашей, вообще там, состояния нас вообще, это отдых, 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 понимаете, и вот именно только в этот период, как вы сами понимаете, наши мышцы перестают вот эти вот поршни там работать с утра до вечера, и только в этот период там начинаются какие-то серьезные замены поршней, там делаются молекулы, которые заменяются на те, которые порвались, там сломались и все такое прочее, вам нужно время, чтобы вы рестор свое тело, понимаешь, то есть это такой период времени, когда какие-то невидимые там механики чинят вот эту вот огромную твою паровую машину, понимаешь, и у тебя может быть отдых, понимаешь, заканчиваться не просто там сидением, но и каким-то активными видами спорта, да, так вот активные виды спорта, пока у тебя не наступили там усталость, тоже является твоим отдыхом, понимаешь, ты можешь с кем-то говорить, ты можешь заниматься спортом, ты можешь там чем угодно, а заниматься какой-то видом активности, который не приводит еще пока к усталости, это все считается отдыхом, или ты можешь сидеть вот так вот тупо вообще пассивно отдыхать, это тоже отдых, то есть отдых наш человеческий может быть активным и пассивным, пассивный это когда отдых, когда у тебя нет вообще никакой активности, вот пожалуйста, это такой человек, все, ты лежишь, ты ничего не смотришь, кино, но также пассивным отдыхом твоим является сон, что очень и очень важно, понимаешь, так вот в период отдыха, в период твоего отдыха усталость, усталость от чего-то сменяется расслаблением, вот и перенакоплением вот этих вот продуктов питания, как бы регенерации того, что в клетках там нужно заменить, чтобы опять нам начинать активность, чтобы вызвать утомляемость, и вот эти вот все три таких, четыре вот эти вот состояния нашей жизни, мы в них постоянно, постоянно вот живем, так вот возникает интересный вопрос, какой из вот этих вот двух видов активности мне выбрать, да, и современный человек, человек вот этот вульгарист, человек современный постаполептический, апокалиптический, вы понимаешь, вот этот вот материалистический апокалиптический мир, он выбирает, конечно же, пассивное тупое смотрение телевизора, да, переношение своего внимания вне своего тела, на какие-то источники там, которые мелькают, рассказывают, что-то там бегают, вот, и в этот период времени тело не работает, вот, хорошо ли это плохо, я не знаю, мы сейчас, ребята, разберем, а другие люди обращают и тратят свой ум, свою силу воли на то, чтобы заставить себя заниматься хоть какими-то физическими нагрузками, ребят мои, так вот, что же происходит, как мне выбрать какой вид отдыха и почему, допустим, физический отдых, отдых активный, важен, так вот, ребят мои, в 1902 году был такой Сичинов, русский академик такой известный, который, между прочим, уже был в то время старенький, это очень известный человек, который вместе там с Борткиным, с Пироговым составлял вообще всемировую элиту медицины, вот, почему-то все это мы забываем об этом, так вот, ребята мои, он уже был в то время пожилым человеком, вот, и удивительно, что он проводил эксперименты со своей собственной там руками, он сидел там, работал, оказывается, что если, в общем, какой-то такой феномен он открыл, который назван, там, мы поговорим, как называется он, вот, оказывается, что если, слушайте, я на вас заболтал, давайте мы завтра поговорим об этом феномене, вот, потому что и так это большая тема, друзья мои, мы завтра поговорим об этой теме, о открытии, которое сделал академик Сеченов, русский ученый, и мы потом применим, посмотрим, почему важно, каким видом отдыха важно заниматься и почему. Горем.